Если он намекает, то из-за 24 февраля, после того, как ООН решительно осудила якобы вторжение, нашу спецоперацию на Украину, он вероятно это имеет в виду, что Россия вступила в этот конфликт, и не обращая на все резолюции ООН, на все замечания ООН, на международное право якобы, которое должно соблюдать все страны, я с этим абсолютно согласен, но оно, как оказывается, не работает. Оно не сработало ни в 2008 году во время войны в Южной Осетии и Абхазии. После этого стали ООН использовать как инструмент, и тогда Алиева все прекрасно устраивало. Вот он однажды столкнулся, когда устроил агрессию против Карабаха, против Армении, ожидая широкой поддержки, а поддержала его только, в общем, Турция, и ему, конечно, это было обидно. А вот за Украину впряглись абсолютно все страны. Он ведь хотел, чтобы было абсолютно то же самое во время вот этой вот войны недавней в Карабахе. Он ведь хотел абсолютно такую же полную поддержку со стороны Европы, какая сегодня есть в Украине, вот эта консолидация Европы и Запада по украинскому вопросу против России. И вот он хотел абсолютно такой же консолидации своей против Армении, и, вероятно, возможно, против российской элиты, которая открыто, давайте скажем, поддержала Армению в этой войне. А так получилось, что его никто не поддержал, он оказался в одиночестве. Так более того, его еще и осудили за применение Байрактаров, за излишнее извинство, которое он там устраивал. И это такая вот обычная рядовая обида Алиева. И он решил теперь сказать, что ООН не работает. Он намекает абсолютно на Россию. Он намекает, что Россия, проигнорировав международное право, не соблюдая территориальную целостность соседнего государства, вторглась на Украину, якобы он имеет в виду, устраивает типа там войну, наплевав на все эти установки законы. И, в общем-то, то, что все члены Совета Безопасности требовали, допустим, от России немедленно прекратить военную спецоперацию, но Путин не решился, а наоборот, доводит до конца спецоперацию. Вот в данном случае Алиев просто играет, дает некий пас Западу, показывает, что я с вами, ребята, что мне тоже не нравится, что Россия проводит эту спецоперацию. В открытии-то он не может сказать, что он получит возмущение со стороны России. А так вот он завуалированно, красиво заигрывает Западом. Это такая легкая игра. Смотрите, западные коллеги, я вообще-то с вами, я тоже очень люблю Россию. Вот так вот подло, приезжаешь в Москву, жмешь руки Путина, улыбаешься, а потом заигрываешь Западом, а я считаю, это за спиной абсолютная штука. Это подлость, и при этом хочешь торговых отношений, при этом якобы хочешь урегулирования конфликта в Карабахе, который сам же и разжигаешь, но это подло, это подло. Там логики искать, вы видите, да, что у Алиева логику очень сложно искать. Потому что если сравнивать Алиева, который просто сынок своего отца, и больше ничего, с Такаевым, например, у которого мощное, допустим, советское серьезное МИДовское образование, и Алиев, которому нужно было просто родиться в семье своего отца, ну вот так, если сравнивать двух политиков. Один блистательная политика дипломата, другой мажор какой-то. Ну если уж так вот, да, грубо говоря, мы говорим. Не хватает мозгов правильно, извините, так жестко просто говорю, не хватает компетенции, я бы сказал. Правильно вести многовикторную политику хотя бы, которая была бы похожа на казахстанскую. Вот он не понимает этого, например. Может, нужно объяснить. Ну вот сейчас он сделал это заявление, я думаю, уже пожалел. Потому что о какой поддержке Москвы тогда может идти речь? Он мгновенно теряет для себя какие-то возможности диалога с Москвой, вносит деструктивные наши отношения. Я думаю, двусторонние отношения от таких заявлений Алиева не выиграют.